добрый вечер мы продолжаем наши наши уроки по книге рота чаваров кука но уже 8 глава и сейчас начинаем 4 обзор как у нас принято давайте с разминкой начнем а что вы думаете есть ровкуку сказать по поводу злодеев ну что вы думаете что ровкук может что у него есть сказать по поводу злодеев мы сегодня будем учить про злодеев на праведников и про нас нет идей ну хорошо если это деду приступим посмотрим что на вкуку и сказать по поводу злодеев и так я всех приглашаю тогда к тексту нато мне не дают делать это это за что мне такое наказание хост дизайбл просыпят скрин шеринг ты всем запретил делать шер или как что же это что такое нато ты меня слышишь я попытаюсь отключиться и подключиться вдруг это мне поможет хорошо минуту а Натан? Натан? Значит, чтобы не срывать урок, давайте сделаем другую вещь, я пока, значит, линк я бросил в чат, значит, я пока буду читать без вас, кто хочет и может подглядывайте самостоятельно, и если кто-то увидит Натана, то дернете его за ногу. Натан? 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 добавил бы, что, наверное, всякий человек хочет удовлетворить свои желания. И вот если человек, сравнивая себя с кем-то другим, то, что говорили о зависти, он не находит другого способа, как пойти на злодейство, потыкая своим желанием. В одних и тех же условиях один человек захочет, например, украсть, а другой захочет, наверное, поработать над собой, чтобы смириться с какой-то ситуацией или поработать над собой, чтобы получить, например, желаемое или вообще отказаться от желания. То есть, наверное, это вопрос желания, удовлетворения желания и способов этого. У буддистов хорошее решение убить желание, чтобы ничего не желать, и тогда тоже все будет хорошо. Хорошо. Значит, спасибо всем. Давайте теперь вернемся к Раву. Если Натан все-таки с нами, то Натан, у меня не получается делать шер, имея в виду. С глубокой внутренней уверенностью мы отвечаем. Из источника злодейства это проистекает. От злодеев выйдет злоба. Это ответ, который не ответ. Рав сейчас будет развивать эту фразу с тем, чтобы из этого получился ответ. «Пока это у нас заголовок». Но то, что мы можем сказать на сейчас, источник недовольства нечестивых и гнева на весь мир – это не что-то внешнее находящееся в мире, что внутреннее находящееся в мире. Это тоже, это мы уже можем понять прямо сейчас. Свободное желание человека и жизни требует мужества и подлинной независимости. Злодейство же, обитающее в глубине души, если только желание не захочет его оставить, ведь оно нарушает гармонию жизнь, прямое соответствие души человека всему сущему и в общем и в частности. Разрушение гармонии причиняет великим учениям. И когда оно проникает в сферу духа, нестерпемо страдание, выражающееся в форме панического страха, озлобления, цинизма, унижения и отчаяния. Давайте еще раз прочим. Свободное желание человека и жизнь требует мужества и подлинной независимости. Злодейство же, обитающее в глубине души, если только желание не захочет его оставить, ведь оно нарушает гармонию жизни, прямое соответствие души человека всему сущему в общем и в частности. А разрушение гармонии причиняет великим учениям. И когда оно проникает в сферу духа, нестерпимо страдание, выражающееся в форме панического страха, озлобления, цинизма, унижения человека. Поэтому, мне кажется, здесь Раф идет по направлению того, что сказала Виктория, если не ошибаюсь. Человек себя отрезан, отделил от общества. Раф здесь, так говорит, немножко чуть-чуть по-другому, но в общем-то в том же самом направлении, как у нас наказание. коры, отсечение души от души народа. Свобода, желание человека, ответственность тоже, да. Оно требует мужества и независимости. То есть, тяжело. Проще плыть по течению. Злодейство же обитающее в глубине души. То, что мне здесь важно, злодейство обитает в глубине души. То есть, человек это диполь. Это существо, в котором в глубине души есть зло. Также в нем есть добав. Арена борьбы злая добра человеческая душа. В нем есть внутри добро, в нем есть внутри зло. Человеку не злодей весь сам по себе отрождение. И он неправильный. И его дух, его свобода выбора, она всегда может выбрать, куда идти. Но в силы души есть зло внутри человеческой души. Поэтому излишнее умиление человеком, оно не к месту. Так же, как и излишнее в очереди. Нужно знать дорожную карту. С чем мы имеем это? В глубине души обитает злодейство. Но, как раз я и говорил, мое желание решает мне идти за этим злодейством или нет. Желание в любой момент может решить оставить это злодейство и не идти за ним. А может решить? Да, я иди. Пишу тогда. Оно нарушает гармонию жизни. Прямое соответствие души человека всему сущему в общем и в частности. Ура, это часто повторяется. Есть все. Есть общий взгляд. Гармония всего. Что все в общем-то соответствует одно другому. Весь мир, он гармоничен. Мы это не видим. Нашим обычным простым взглядом на сегодня мы смотрим на мир, мы этого не видим. Мы видим мир, который не гармоничен. И это бросается в глаза нам сразу. Я пытаюсь объяснить нас всех немножко приблизить к взгляду Рава. Я, кстати, недавно писал по этому поводу пост в Фейсбуке. Вот это вот все, гармония жизни, соответствие души человека всему сущему. Что такое? Общий взгляд. Что такое все сущие? Рав смотрит на все творение в общем. Что это за взгляд такой общий? Это когда я смотрю не на частное проявление какого-то явления, силы, а я смотрю в общем. Например, я не смотрю на конкретного злодея, гада-гадовича. Я смотрю на всю общину, я смотрю на весь народ, я смотрю на все человечество. Я могу посмотреть на все человечество и мне может оказаться тоже так это неудовлетворительная оценка человечества. Есть, конечно, какие-то хорошие проявления, есть и очень много гадостей. Хорошо. Тогда давайте посмотрим на человечество от начала человеческой истории и до сегодня. И мы увидим очень мощный и серьезный прогресс во всех областях и в материальной сфере технологии и в морали. Этого нам тоже может не хватить. Можно сказать, да, конечно, прогресс есть, но люди, они еще все злые. Неудовлетворительно. Ну так, троечка с минусом, двоечка с минусом. Можно сказать. Тогда мы скажем, хорошо, давайте протянем линеечку по времени еще вперед и посмотрим на человечество от начала истории до ее конца. Не ворота, а мескрими целями. Давайте посмотрим на человечество, как бы на мир, как на человека, на человечество. Добавим туда животный мир, растительный мир, неодушевленный мир. Возьмем всю планету Земля, нашу всю Солнечную систему, наш Млечный путь, скопление галактик в Вселенную. Развернем ее по времени от начала до конца. И это примерно, как я себе представляю, то, о чем Раб говорит обществе. Я беру как можно более широкий охват и вглубь, и вши, и по времени, и по объему того, что я пытаюсь. И чем наш взгляд более широкий, тем больше мы ощущаем и видим гармонию. Тем больше мы ощущаем и видим гармонию жизни. Мы четко, во-первых, очень четко становятся виден вектор улучшения и мира, и человека. Даже весь мир, он развивается от более грубых к более тонким и высокоорганизованным системам. И человек, человечество идет и развивается. То есть вектор, если опять-таки мы возьмем не пять лет последних, не пятьдесят лет, а, допустим, пять тысяч лет или пятьсот тысяч лет, мы очень четко увидим вектор развития. Это общий взгляд. И это, соответственно, а душа, которая идет за собственным склонностью к злодейству, она отрезает себя от этого общей мировой гармонии. И тогда что? А разрушение гармонии причиняет великие мучения. Человек не имеет мужества. Мы сказали, свободное желание требует мужества и полонезавистисти. Человек не имеет достаточно мужества пойти за желанием туда, куда правильное нужно, морально выверено, а тянется за злодейством собственной души. Он думает, что ему будет так легче и проще. Нет проблем. Платите по счетам. Ты сам в своей душе сейчас создаешь себе проблемы. Да, ты мешаешь миру. Но... Не вижу здесь... Общую такую жалость даже, что... Не знаю, как сказать. Вот как есть отрава, вот что он тихо злодеев. Они сами себе отверткой расковыривают брюхо. Они в первую очередь свою собственную жизнь делают несчастным. Потом уже они там мешают праведникам, портят мир, еще чего-то. Они это самое... С удовольствием себе пилят руку. Если не голову. А разрушение гармонии причиняет великие мучения. И когда она проникает в сферу духа. Дух... Это примерно... Ну так принято, не знаю... Здесь можно... Литературный текст можно объяснить по-разному. Но если мы говорим, что у нас есть три уровня. Нижняя животная душа. Дух. И... Высшая божественная душа. То дух, он находится посередине. Дух это примерно ощущение своего собственного еда. Животная душа это сходить в туалет и поесть вовремя. У меня что-то бурлит начинает в желудке. А высшая душа как бы это на... Это уже какие-то общие цели, стремления, морали и так далее. Когда это мы сказали, что в душе, да? Так же у нас есть злой начал. Не знаю, это правильно ли это... Сказать что-то именно в душе, как мы это делили на три уровня. Но, по крайней мере, это то слово на эврите, которое мы сразу пользуемся. Когда это... Когда это... Проникает в дух. То здесь это проявляется уже. То есть на уровне души это, видимо, еще не проявляется. Еще, видимо, какой-то потенциал. Когда это просачивается на уровень духа, то это выходит наружу красивым букетом. Оно проникает нестерпимо в страдании, выражающийся в форме панического страха, озлобления, цинизма, унижения отчаяния. Такому человеку, в первую очередь, саму тяжело жить. Да, он еще делает гадости, по ходу, пьеса. Но он несчастный. То есть не то, что ему нужно жалеть, в жизни с ним нужно бороться. Но если проникнуть, понять, что происходит в душе... Злой начал любят фантиками перед нами играться. Так вот, ребята, там не интересно, там не хорошо. Фантики, которые сверкают, они вот чем нам оборачиваются. По-нашему, по-простому, это депрессия. Такая неприятная. И поэтому взывают праведники. Люди добра и милости. Обладатели счастья жизни. Теперь скажите, пожалуйста. Потому что мы прочитали. Праведники обладают счастьем жизни. В этом или в загробном миру? В этом, в этом. Безусловно, в этом, он говорит. Конечно, Нахаба, да. Праведники, по крайней мере, по иудаизму. Это не те, которые удостоятся жизни в будущем мире. Те, которые достаиваются жизни в первую очередь в этом. А потом уже в будущем. Люди добра и милости. Обладатели счастья жизни. К обездоленным, несчастным злодеям. Придите и живите. Придите, имеется ввиду, сделайте чего. Вернитесь. Вернитесь с путей ваших дурных. Зачем вам умирать? Здесь, не там. Здесь. Насладитесь благом Всевышнего. И узрите жизнь в блаженстве и свете ее. В мире и успокоении этого. То, чего нет. Успокоение. Нет совсем. В уверенности. А не в постоянном регоре. Я бы подсидел, кто сейчас у меня подсадит. И почете. Как росла от долга, как капли дождей для травм. Один абзац мы отбили. Сейчас хочу послушать вас. О! А у меня появился шер. Поэтому, по крайней мере, я смогу для желающих показать наш текст. Вот он здесь на чуть больше, чем одну страничку. Давайте поменьше, чтобы все увидели. О! Смотрите и наслаждайтесь. Ганна Хама, я к вашим услугам. Пожалуйста. Я не тоже хотела возразить. Это все правильно. Что тем более широкий взгляд у нас есть, тем больше мы состояние отменить гармонию мира. Но, мне кажется, это общая гармония вот такая вся, которую можно только по полету, может быть, разглядеть. Она, на самом деле, отражается и в каждой молекуле этого мира. В каждом маленьком кусочке. В каждом человеке. То есть, если он живет в соответствии, как это с природой. Как он написал это? С общей. Сейчас, 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 сейчас. Гармония жизни. А? Гармония жизни. Прямое соответствие души всему сущему в общем и в частности. Во-во-во. Соответствие души всему сущему. Это в общем и в частности. Тут есть, во-первых, это общий взгляд, но он отражается в каждой капле росы. То есть, вот когда человек живет, ощущая себя причастным, то в другом месте, там где-то, например, про Гелеля росы пишет. Мехубарим лихаим. Вот такой. Дисоединенным к жизни. Вот это ощущение причастности в этой гармонии. И, кстати, вот в моей личной жизни, в моем, может быть, с точки зрения теории, там, я посмотрю на свое зрение и скажу, ой, это никакой здесь гармонии нет. Ну, с точки зрения разума. Но с точки зрения, так сказать, некоторого внутреннего ощущения причастности, ощущение того, что эта гармония существует и ты в ней живешь. Вот она дает человеку ощущение вот это счастье. Не важно. Я не хочу, не дай бог, задеть кого-то, у кого-то какие-то серьезные трагедии происходят. Это иногда трудно осознать, именно всегда и во всем, где бы ты ни находился. Но тем не менее, человек праведный, принимающий на себя этот мир, даже если он не видит его целиком, но ощущающий внутри себя эту гармонию, он в ней живет. А злодей, он именно эту гармонию разрушает в себе. Да? Он не подсоединен к этому общему, к этой гармонии и к, как он сказать, всему сущему. Он не соответствует этому всему сущему. Он не соответствует миру. У него есть разрыв, поскольку он этого не ощущает, не понимает. Он из него оторванный. Это вот чувство оторванности, оно и приводит к таким последствиям как распирование, синизмом, поздравлением, унижением и прочее. Безусловно. 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 Вот этой вот, мне кажется, связки у вас не хватало. То есть, почему так происходит, что он вредит себе? Именно потому он и вредит себе, что он себя оторвал от этого всего. Ну, как бы… Мне нечего добавить, это написано. То, что вы сказали, это написано от противного. Отрывая себя, он отрывает себя от живой, от жизни, от источника жизни, от общей гармонии. И отрывание от гармонии от жизни приносит страдания. Просто написано. Да. Но мне показался небольшой перекос в том смысле, что если ты не готов принять, что все в конечном итоге, там, в сыре, в глупе и в истории и так далее, все, все, когда ты нам все это посмотришь, там есть гармония? Ну, как бы это интеллектуальное принятие такое? Это одна сторона дела. А другое дело, когда человек принимает это душевно, гармоничность мира. Я согласен с вами. Я не уверен, что это интеллектуальное принятие, это, скорее, душевное принятие. Потому что можно очень долго и длинно спорить, действительно, миру хорошего, он плохой. Общее заявление Рава о том, что все в общем это гармонично вызывает, не знаю, там, как у остальных. У меня достаточно резкое автоматическое такое отчуждение. Как? А вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, и такие вот вообще злодейства происходят, и все. Как можем сказать, что общее? То есть мне нужно было, как бы, много, не знаю, там... Но это разные вещи. Да, это душевное воспринятие, большая часть, чем... А другое некоторое общее принятие мира, веры в его гармонию. Безусловно, безусловно. Я согласен. Это скорее ощущение мира душой, чем ощущение его разумом. Безусловно. То есть небольшой частью это, да, ощущение мира разумом, но здесь Рав действительно, мне кажется, гораздо больше говорит про чтение мира именно душой. Я здесь абсолютно согласен с вами. А в тот момент, когда человек начинает делать злодейство, он даже неосознанно этой сути попадает. Да, опять-таки согласен. Потому что, по-моему, все, что происходит на уровне души, это неосознанный процесс. Вот это вот ощущение общего мирового гармонии, это на уровне души, это не то, что мы ощущаем. Следующий, более нижний этап, вот этаж духа. Там, где мы ощущаем, где-то проявляется уже там всяким нашим букетом любимым. И да, да, я согласен. Это подсознание, это надсознание, но это, безусловно, вот это чтение мира душой. Это на уровне души, это не сознание. Сознание – это именно дух, это руах. Здесь, безусловно, какого-то надсознание. Это, видимо, такой вот общий, такой вот душевно какой-то настрой на мир, на его надежда, может быть, на исправление. Ну, это действительно душевно, здесь сложно очень спорить, применяя логические какие-то построения, доказательства и так далее. Я абсолютно согласен. Спасибо, Нехама. Кто-то еще? Да, если можно добавить, Натан, я, например, не совсем понял о том, что вот Виктория сказала, что такое недовольство нечестивых, оно является следствием того, что они не были приняты обществом, да, поэтому они опозлились или они не чувствуют себя частью этого общества. Вы эту мысль поддержали, хотя тут, наверное, надо было бы рассмотреть на примере, потому что не совсем понятно. Я это все воспринимаю на каком-то индивидуальном уровне, вот то, что написано. Свободное желание человека требует мужества. Она эту идею берет в противоположное направление. Я думаю, что вовек себя отрывает от общества тем, что он идет за своими дурными наклонностями в душе, он себя отрывает от общества. в низком понимании, не знаю, от граждан моего города, от вообще всего продвижения творения в лучшую сторону, так это скажем. В этом плане это не то, что здесь сходство идей, причем здесь оно противоположно. Он говорит, сперва человек сам себя отрывает и потом он как бы уже... Теперь у Виктории просто было похоже здесь, что человек он не принято обществу, но он начинает на него озлобляться. Просто здесь есть параллельно, что человек от общества, от того, что есть, он немножко отрывается, но не более того. Продолжайте. А можно вот на примере, да? Если привести пример, например, достатка. Есть человек с достатком, которому кто-то может позавидовать, да? А достаток это тогда, когда человеку достаточно того, что у него есть. То есть не обязательно накоплять все больше и больше и больше и непонятно для чего. Вот достаточно человеку, и вот человек счастлив, гармоничен вполне. Как есть молитва, например, о том, что и не дай мне большого богатства, да? И не дай мне бедности. То есть вот в этой связи, когда достаточно, когда ты в гармонии находишься. Кто-то может позавидовать, и вот злое начало начнет толкать его уже к накопительству, которое будет разрушать и его внутреннюю гармонию, да? Постоянная неудовлетворенность, все время желание обогащаться. Больше и больше. И вот разрушать вокруг себя общество тем, что он грабит уже, получается, это общество. Даже может как-то и несознательно. На примере нашей страны, вот нашей, где я живу, Украина, это очень четко наблюдается на примере олигархов, например, которые, не задумываясь просто в целях обогащения, просто грабят народ. Для чего оказалось? Зачем тебе? Ты же не инвестируешь, не вкладываешь ни в добро, ни в мир, ты просто это накопляешь для того, чтобы в офшоры себе выводить. Вот на частном примере. То есть какое-то желание доброе, да, вот такое доброе желание достатка, оно превращается уже в злое действие, непонятное, необъяснимое, на индивидуальном уровне и разрушающее. Это можно объяснить? Да, совсем согласен. Все верно. Ну или точно так же, любое доброе желание, оно может трансформироваться в злое, в злое дурное, если потерять контроль над целью, зачем оно тебе и... Да, давайте я попытаюсь сказать так. А что нам Раф хочет сказать этим открытым? Ну вот хотелось бы узнать. Раф написал всем, давайте думать вместе. Давай. У меня еще нет такое. У меня еще нет такое. Раф хочет нам показать в данном отрывке внутренний мир злодеев. И с тем, чтобы нам не было, чтобы отбить наши хотелки туда попасть. Чтобы вот эту вот красивую блестящую мишуру, которая злое начало нас пытается соблазнить. Смотри, ты туда можешь попасть, нет проблем. Ну как это? Ты вот... Это похоже на то, что это самое... Это любимая наша... Пример, что человек сидит в лодке и дно ковыряет. Пример Рафа, он хуже. Ты не дно общественной лодки ковыряешь. Ты его ковыряешь через собственный живот. Ты первым делом делаешь дырку в своем животе, а потом уже в общественной лодке. Там не интересно, там плохо. Там... Да, ты, может быть, чего-нибудь нахапаешь, но тебе будет дурно. Что такое душевное спокойствие? У тебя не только не будет, ты... У тебя не будет мечты про это, так ты не будешь понимать, что такое понятие вообще есть. Да, Зайна. Ну... Нет, я думала по поводу обеспеченности. То есть, как бы... Я думала, то есть в ведовизме, в принципе, есть это хорошо быть обеспеченным. То есть, это не как бы... Вообще, для того, чтобы быть праведником, лучше всего быть богатым. Потому что, когда с помощью денег можем делать больше хороших вещей. То есть, нет такого, чтобы... Ты не зависишь от кого-то там, тебе не нужно... И, как бы, если человек, у него есть достаточно денег, и он помогает другим, то, думаю, ему не очень даже завидуют. Наоборот, все хотят, чтобы ему было больше денег. Он сможет тогда помочь всем недолго себе. То есть, само по себе, как бы, имущество, оно... Ну, пример будет с олигархами, которых у имущества уже больше и слишком больше. И оно не идет, как бы, на благо общества, идет на... Выводится из этого общества и так далее. Да, нет, это, конечно, безусловно верно, да. В общем, само по себе, достаток и богатство — это не отрицательно. Никогда не было отрицательно. А из богатства можно сделать, конечно, фетиш. Так же, как из бедности ее тоже можно вознести в... Идеализировать. Да, и то, и другое не нашлось. Хорошо. С вашего позволения перейдем к следующему отрывку. Первый у нас был, как мы обещали, про злодея. Соответственно, следующий... Натан, извините, я вас перебью. Виктория, конечно, отдельно от себя хотела бы сказать, что злодейство, оно не первично, значит, он был хорошим, общество изгнало, человек разозлился. Совсем не так, наоборот. То есть, человек сначала стал зным внутри себя, и общество его отвергло. Это процесс, как это сказать, ментальный, что ли. Это не зависит. Потому что, вот, кстати, по поводу богатства, сюда же. То есть, зависит от того, какой цели, с какими побуждениями ты это делаешь. Если это надо одному, а не всем, то, соответственно, ты и будешь оторван от общества. Ты и будешь оторван от общей цели и станешь, естественно, злодеем. И нас насытости не будет никогда. Собственно, как и от удовольствий вот безмерных, от всего вот этого насыщения никогда не наступит. Наступит только цикличность, а счастья не будет. Я думаю, вот так. То есть, ситуация здесь именно вот такая, что сначала человек становится внутри себя неким обособленным, и потом его уже общество отодвигает. Это, ну, само собой происходит. Согласен. А не то, чтобы сначала он стал... Да, вот. И я все-таки, чтобы быть правильно понятой. Спасибо. Итак, мы, с вашего позволения, теперь переходим к следующему абзацу. Первый у нас был с праведниками. Нет, со злодеями. Раф нас, в общем-то, познакомил со злодеями. Обратите внимание. Раф умудрился залезть в душу к злодеям. А теперь Раф нас познакомит с праведниками. Раф также умудрился залезть в душу к праведникам. Итак, давайте начнем. Великое страдание испытывает каждый праведник из-за ощущения собственной недостаточности. и собственной недостаточной прирепленности к Богу. Из-за того, что не может он насытить великую жажду своей души. И все его органы сокрушаются постоянно от сильнейшей душевной тоски. И нет ему покоя во всем наслаждении и блаженстве, которое есть в мире. Мы сказали, что злодеи страдают. Теперь оказывается, что и праведники страдают тоже. Поэтому, если мы ищем убежать от страданий, то это, видимо, где-то не у нас. Это, видимо, все-таки в буддизме. Убить все желания, ничего не хотеть. Оказывается, страдают праведники. Но их страдания работают немножко по-тругому. Они страдают от недостаточной прирепленности, близости к Богу. И это серьезно. Это не надуманное театральное страдание. Это действительно... То есть, я думаю, снаружи вообще ничего не видно. Это именно в душе, это именно на уровне души. И опять-таки не уверен, что на уровне, как мы сказали, духа, на уровне сознания, осознания это происходит. Я думаю, равность говорит на более высоком уровне души. Праведники тоже страдают. И они страдают от недостаточной близости к Богу. Но знаете что? Нам это не интересно. Совсем. Нам интересно то, что будет дальше. Это и есть страдание шахины. Весь в средоточении жизненности всех миров заложено жажда высшего божественного совершенства, чтобы раскрылось мир. Это то, что называется страдание шахины в нашем случае, это страдание всего мира, который стремится раскрыть свой потенциал и переживает от того, что этого еще не произошло. Это страдание шахины, мир, которому больно от того, что он не развился и не раскрыл свой потенциал, что он мог сделать. Это раф называет страдание шахины, страдание божественного совершенства. Но следующее предложение у нас будет то, что называю бома. Кульминация нашего отрывка и хедушь. То есть что-то, что мы не знали до того. То, что мы сказали сейчас, мы этого тоже не знали. Это страдание от не раскрытия своего потенциала, которое каждый человек, тем более правильнее, очень четко ощущает. Это также ощущает все творение, весь мир. В частности, на своем уровне и в общем на уровне всего мира. И это раскрытие его полноте и утонченности невозможно без совершенствования свободного желания человека. И все таланты, все дела добрые и прекрасные зависят от него. Итак, раскрытие потенциала всего мира невозможно без того, чтобы мы не улучшили, не усовершенствовали свободное желание человека. То есть свободное желание человека невозможно силой улучшить. Для этого нужен процесс исторический, процесс воспитания, процесс. Но улучшение свободного желания человека и человечества это то, что разделяет человека и творения от Бога. С вашего позволения. С вашего позволения. В глубине сердца стремятся оправдать виновных. Как если бы от этого зависела их жизнь. Ведь воистину он жизнь в нашей жизни всех миров. Правильники настоящие. Они всегда. Они всегда. То, что на верите называется. Они всегда адвокаты, а не обвинители. Они всегда защитники. Они всегда ищут у всех злодеев именно сторону их оправдать. А тем более общество. Почему? Обратите внимание здесь. Гораздо больше сильный нажим на поднятие общества, чем на поднятие, на улучшение каких-то конкретных частных личных правильников. Здесь идея очень важная, по-моему, о том, что... К этой идее я очень долго продирался, но гораздо важнее на полмикрона продвинуть вперед общество, чем выразить еще там тысячу хороших праведников. Я себя немножко ограничу. Обществу нужны праведники, которые покажут ему как бы идеалы и так далее, чтобы тоже его продвигать вперед. Вот именно как слуги народа. Простите меня за такое выражение. Они как копатели собственного участка в будущем мире. Да? Еще раз. И это раскрытие в его полноте утонченности невозможно без совершенствования свободного желания человека. И все таланты, и все добрые дела добрые и прекрасные зависят от него. Поэтому праведники жаждут постоянно душевы общества. То, что у них... Теперь как бы еще раз объясняю. Почему праведники жаждут душевы общества? Потому что через них... Это не личное... Вот у меня болит, поэтому я хочу. А через них проявляется эта боль всего сущего в том, что мы далеки от Всевышнего. Мы далеки от Бога. И как эту боль сократить? Нужно развить потенциал общества. Как это сделать? Поднятием свободного желания человечества. Не человека конкретного. То есть... Да, человека тоже. Но в основном человечество. Так общество, так все творение сможет раскрыть свой потенциал. И это приближение к Богу. Поэтому то, чем заняты праведники, это... Они хотят, стремятся, толкают на исправление общества, душева общества. Гораздо больше и сильнее, чем личностное совершенствование, собственное, частное и так далее. В глубине сердца стремятся оправдать виновных по той же самой причине. Как если бы от этого зависела их жизнь. Ведь воистину он жизнь наша и жизнь всех людей. Мы сейчас за... Ну... Закончим обсуждение этого абзаца. И к следующему сегодня мне перейдем. Кто хочет, я отрезать его не буду. В тексте он есть. Но мы его будем учить в следующий раз. А пока, если кто-то хочет сказать, дополнить что-то по нашему второму абзацу. Итак, у нас два абзаца. В первом мы влезли в души к злодеям. А во втором мы влезли в душу и в желание праведника. В третьем, я уже скажу так, потом скажу на ушко. Раф, одну из тех, которые он говорит, что даже когда мы говорим про праведников, это как-то, по крайней мере, относится и к нам тоже. Поэтому это не просто, так сказать, общие теоретические какие-то, так сказать, вещи, а это также конкретные, практические и касающиеся нас тоже. А теперь, как вы хотите, значит, подытожить наш абзац про праведников и происхождение мира и общества? Ну хорошо. Можно? Да. Вопрос по тексту. Как мы понимаем выражение, что праведники хотят оправдать виновных? То есть это как, например, хабадники, которые ходят и надевают всем тфелин, чтобы у общества появилось больше заслуг? Или это переосмыслить как-то? То есть когда я осмысливаю поведение человека или общества и стараюсь на него смотреть с хорошей стороны и видеть в этом дурное намерение, а не дурное, наоборот. Мне кажется, это что-то похоже на видеть Сакмебердичев, где он выступает защитником перед Богом и пытается оправдать как бы те гадости, которые он видит вокруг, так как ему мешают не только как нам эти гадости сами по себе, а он понимает, что эти как бы гадости, они нас отрывают от Всевышнего. И поэтому, то есть, как бы это сказать... Мое ощущение здесь, что просто вот... Чем вот такой вот праведник отличается от нас? Мы видим гадость, в нас сразу просыпается как-то обвинитель и готов тут все разнести. А у праведника как бы первым душевным порывом просыпается защитник такой вот немножко левый, да, такой вот на самом деле. Правый-левый, который готов, вот сказать, оправдать, понять, войти в ситуацию и так далее. Может быть, я не прав здесь, кстати. Я не до конца уверен, что это так. В глубине сердца стремятся оправдать виновных. Не факт, что они сделают, кстати, в суде, в реальном. Вот именно как внутреннее, душевное, духовное, сердечное желание, это у них как бы первая дорога. Потом они могут, может быть, как бы первый порыв. Потом, может быть, они могут ограничить, сказать, что это неправильно здесь и так далее. Но вот именно как душевный порыв такой, это, видимо, действительно действие. Это, видимо, может быть, даже не оправдание виновных. Может быть, это можно попытаться прочитать по-другому. Может быть, это досада, что общество... Досада. Но вот они желают чувы общества, да. И также, видимо, они желают чувы человека. То есть, вот как, допустим, в Торе написано, да. Бог не желает, чтобы грешник умер. Он желает, чтобы он справился и жил. Вот здесь они как бы, вот праведники, они здесь желаются с Богом. Они, ты такой гад, чтоб ты умер, да, чтоб ты сдох, сволочь. Вот у праведников как бы вот... Вот немножко с прошлым отрывком, да. Ну зачем тебе мучиться? Брось эту каку. Будь человеком. Живи как человек. Да. Не порт свою жизнь. И мир не порт, да. Вот как-то вот... Больше вот именно вот так. У меня есть вопрос, если можно, да, или кто-то написал. Написал, да, кто-то. Что значит поднять свободное желание общества? Давайте посмотрим... Совершенствование свободного желания человека. То, что написано. Совершенствование свободного желания это... Где мои хотелки? И мои личные, и мои как общество. То есть здесь две вещи. Совершенствование желания человека. Человек здесь может быть с маленькой и с большим буквами. И как человечество, как личный человек. А общество здесь упоминается как... Что праведники хотят, чтобы вы общество. То есть человечество. Теперь поднятие желания человека имеет волокович. Чтобы мои хотелки были более общие и более утончены. Я, праведник, делаю все хорошо. Делаю все положено. И не ворую. Никого еще не убил. И так далее. Но хочу я... Это самое. Грубое. Но хочу я на самом-то деле вот так вот оторваться и пожрать. Не то, что я голодный там, на самом деле. Я хочу какие-то, так сказать, грубые материальные вещи. Это не грех. Но это корень греха. И наоборот. Поднятие, утончение того, что я хочу. Это корень исправления мира. И корень раскрытия потенциала мира. И, соответственно, корень приближения мира к Богу. Так вот, если очень грубо это хотелки. Что я хочу? Где мои... О чем я мечтаю? К чему я стремлюсь? И вот это вот, сделать это выше, утонченней. Это основная задача. Как я слышал в лекции одного Рава. Меня больше, гораздо тревожит, когда ученик начинает мечтать о чем-то нехорошем, чем то, что даже если он что-то сделает. Есть у нас тоже у мудрецов такой аспект, что мысли о грехе, они хуже греха. Я здесь имею в виду, что иногда желание, воображение, оно гораздо слаще самого греха может быть. И вот теперь воображение это очень мощное и правильное и хорошее свойство. Мы его не хотим опять-таки пристрелить. Мы его хотим направить в правильное русло. Так вот, насколько я понимаю Рава, поднятие желания человека, это его стремление, его воображение, его желание сделать их более высокими и более утонченными. Да, а теперь кто-то еще хотел что-то спросить. Да, у меня был вопрос. Вернее, не столько вопрос, сколько такое, наверное, непонимание. Мне хотелось бы, чтобы проследили вместе эту логическую цепочку. Да, если можно, пару минут. Мы закончили предыдущую главу тем, что праведники обладатели счастья жизни. И вот вы спросили, будущее жизни или нет. И вот Нехама помогла ответить, что этой жизни. Потом мы читаем уже в пятой главе о том, что великое страдание испытывают праведники из-за ощущения какой-то… То есть если есть страдание, значит это уже отсутствие гармонии. То есть праведник ощущает дисгармонию, страдание от того, что он чувствует свою неидеальность. И эта неидеальность как разделение с Богом, невозможность полного единения, скажем так. И вот получается так, что именно праведники испытывают страдание. Это вступает в противоречие с четвертым разделом, последним абзацом. И вот если читать потом уже первый абзац четвертого раздела, где пишется о том, что «свободное желание человека требует мужества и подлинной независимости, а злодейство как противопоставление. А злодейство, обитающее в глубине души, если только желание не захочет его оставить, ведь оно, кто такое оно нарушает жизнь?» Получается, если из пятого раздела… Злодейство, оно – это злодейство. То вот получается именно гармонию нарушает именно свободное желание. Не-не-не, оно – это злодейство. Оно – это не свободное желание. Почему праведники тогда страдают? Почему праведники испытывают бездохновение и разделение? Скажи, Зай, у меня кажется… Ну, на самом деле, смотри, я не знаю тут, как тут, ну, как бы, в принципе, то, что я вообще… То есть у нас есть, ну, не знаю, может быть, если написано, как я это вижу вообще. У нас есть… у злодеев, у них жизнь кипит, у них интересная жизнь, вот. А в праведниках у них… у Яцера то, в хорошем началом скучно, он неинтересный в хорошем началом. Он говорит, что вот там, в будущем или потом, или сейчас. И, как бы, на самом деле, когда исправление – это когда… Когда действительно мы увидим, как плохо… Как зло – оно плохо, и как добро – оно хорошо. И когда мы уже… Люди из-за свободного своего решения, они потянутся к добру и будут делать хорошие вещи. Это не потому, что там так надо, их заставили. Это именно нужно свободное желание. И вот свободное желание, оно… Как бы без него это… это не то. То есть свободное желание – это как желание исправления, получается, да? Да, свободное желание исправления. Не потому, что, как бы, что там… Что, как бы, желание, чтобы все злодеи, они захотели хорошего, не потому, что так нужно, и так их воспитывали. Потому, что они сами этого хотят. Вот, вы понимаете, можно прочесть это… Секундочку, секундочку. Я хочу тоже добавить еще к тому, что Рути сказала. На самом деле, я хотел вам сказать спасибо огромное. Потому, что, вот, слушая ваш вопрос, у меня связался, действительно, четвертый и пятый абзац вместе. И оказалась абсолютно потрясающая вещь, что корень страдания праведников и злодеев, он тот же самый. Это отсутствие гармонии, как вы правильно сказали. Только правые эти самые… как их… злодеи, они создают это отсутствие гармонии. Они идут своим жилым началом, отрываются от общей гармонии и страдают отрыв от гармонии. Это корень страдания. У праведников тот же самый корень страдания, отрыв от гармонии. Гармония – это Бог, в конце концов. То, что творение не развило еще свой потенциал, не проявило его. Это, в общем-то, проявляется как удаленность от Бога. Это тоже отрыв от гармонии. И это тоже корень страдания праведников. Только этот страдает от того, что он сбросил себя вниз. А этот страдает от того, что он не залез и весь мир не поднялся достаточно высоко. Но, действительно, получается, что из всего выученного, что корень страдания – это отсутствие гармонии. Безусловно, гармония – это Бог, это гармоничное состояние мира. Праведник, он, и дело своим злым началом, себя оторвал от общего гармоничного состояния мира. Праведника не устраивает среднее общего гармоничное состояние мира, потому что он стремится к гораздо более высокому. И поэтому он страдает. Так у меня получается. И большое вам спасибо, что вы обратили внимание, мое в том числе. А можно дополнить? Ну, корень страдания и тех, и других, он, в общем-то, очень похож. Очень похож. Можно дополнить, да? Вот если задумываться о том, почему злодей должен как-то страдать от своих злодеев. Ну, например, ну, не сказал бы, не замечал бы я, например, о том, что злодеи сильно от этого мучаются. Они делают свои дела, потому что им этого хочется. Они не мучаются. Они не мучаются. Они не мучаются. И вот здесь, как раз в четвертом разделе, в первом обзате, как раз и пишется. Если только желание не захочет, его оставят. То есть, если это желание, свободное желание, которое здесь названо, то еще нужно понять, о чем это речь идет. Если он не захочет оставить зло. Если это свободное желание, его не оставляет, то есть это, я так понимаю, как совесть. Нет, 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 нет. Прочите несколько раз этот отрывок, это просто сложное предложение. Если у него нету совести, например, то что он будет мучиться? Нет, нет, нет. А если, я хочу вот дополнить, а вы потом меня протестуйте, хорошо? И вот получается, что если, если читать, если только желание не захочет его оставить. Ведь оно, желание свободное, нарушает гармонию жизни в чем? Он себе делает злодеем. Неправильно остановитесь. Сейчас, я буквально закончу пару слов. Если он делает злодейство, и у него движется в душе какое-то сопротивление, недовольство, это уже первые признаки душу. Как вы? Да. Это да. Здесь неправильно, здесь написано другое. Здесь написано… А если этого нет, если этого ничего нет, то это значит, что свободное желание его оставило? Это просто уже… Нет, нет, нет. Как тогда вы понимаете? Нет. Спокойно, медленно и много раз прочитать текст. Здесь имеется в виду так, человек идет за своим дурным началом, если свободное желание не решило оставить это дурное начало и не идти за ним, то тогда он отрывается от общей гармонии и так далее. Это понимание этого текста, что у человека всегда есть свобода выбора оставить злое начало. Злое начало, которое живет в душе, мы могли бы понять неправильно. Это в моей душе злое начало. Доброе начало, здесь даже не упомянуто. Значит, у меня нет выбора за ним идти. Неправильно. Ты за ним идешь за дурным началом, только если твое свободное желание не решило его оставить. Кого? Злое начало. Я извиняюсь, мне нужно закончить на этом. Мое время убежало. Я бы с большим удовольствием продолжил. Мы, видимо, продолжим на следующий раз. Мы и так не успели наш последний абзац. Но я надеюсь, что все получили удовольствие. Поэтому всем до свидания. Добрый вечер. До нашей встречи на следующей неделе. Всего не лучше. Окей. Всем счастливо. Счастливо. Счастливо.